Трехнедельный сбор в Тарасовке завершился. Как удалось поработать после такого большого перерыва? Да, несмотря на непростую ситуацию в последнее время, мы не переставали работать и тренироваться в домашних условиях. Поэтому начало сбора было как продолжение той работы, которую мы проделали дома. Здесь были очень сильные тренировки, большие нагрузки. Считаю, что мы будем хорошо готовы к возобновлению чемпионата. Впереди тяжелейший график, матчи будут следовать один за другим. Что главное при подготовке к такому марафону? Как я уже сказал, выдержать такой непростой график можно только при правильной и полномерной подготовке, которую мы сейчас проводим. Именно это поможет нам достойно играть, одерживать победу и пройти без травм непростой отряд календаря. В отличие от игроков из Европы и от тренерского штаба, ты оставался в Москве. Как готовил себя к тренировкам? Вы правы, достаточно продолжительное время мы просидели в заперти, я практически не выходил из дома. У меня оказалось на руку то, что по своей натуре я домосед, поэтому мне это время далось достаточно легко. Я использовал его по максимуму для того, чтобы побыть семьей. Считаю, что оно прошло достаточно хорошо. Но теперь оно закончилось и надеюсь, что в скором времени мы вернемся в нормальное русло, в нормальную жизнь. Сейчас в команде стало меньше ребят из Южной Америки, но со стороны кажется, что вам спонсор в принципе, да? Не грустно здесь? Вы правы, когда уехали бразильцы, остались только понсо, Мельгареха и я. У нас отличные отношения, с понсо мы очень подружились. Мельгареха уехал и мы остались вдвоем, но я не чувствую нехватки общения или грусти. Мы с понсо прекрасно проводим время, надеясь в играх мы сможем так же помогать друг другу, как и в повседневной жизни. Во время сбора в Тарасовке день рождения отпраздновал наш переводчик Дима Крайтер, человек, с которым ты тоже говоришь на португальском. Как поздравил его? Дима отличный человек, не знаю, что бы я здесь без него делал. Он мне помогает с тех пор, как я приехал работать в Россию и играть в «Спартаке». Надеюсь, в один прекрасный день я смогу ему так же помочь, когда он попросит. Впереди действительно сложный период для нашей команды. К счастью, хотя бы на домашних матчах будут болельщики присутствовать. Чего ты ждешь от этого финишного отрезка? Безусловно, с одной стороны, мы рады, что хотя бы часть болельщиков сможет прийти на трибуны, но с другой стороны, грустно, что не все смогут посетить стадион. Что касается чемпионата, то от игры к игре мы будем стараться заработать как можно больше очков, одержать как можно больше побед. Мы полностью сфокусированы на работе и не забываем, что впереди у нас полуфинал Кубка. Все надеются на то, что в этом сезоне нам удастся завоевать титул. Перед собой какие цели ставишь? Может, пора уже и отличиться голом первым? Конечно, я мечтаю забить гол или отдать голевую передачу, но когда идет игра, твоя основная мысль – помочь команде. Когда команда одержит победу, ты уже счастлив, но если в игре удается забить или отдать голевую, то это счастье удваивается или даже утраивается. Пока что в моем активе только штанги. Надеюсь, в ближайшее время мяч все же залетит в ворота. Мы тоже надеемся. Удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok